Это аллея, она ведет к больнице из города, там пешеходный мост через Протву, а здесь глухой забор, довольно высокий, это мои холсты и тут у меня много картин. Вот делаю на этом заборе 18 портретов, расстрелянных в 1937 году, по тюремным фотографиям, памяти расстрелянных. Общий этот мемориал назывался «По ком звонят Боровские колокола». Через неделю закрасили. Здесь идет ряд работ. Это Боровский поэт Валерий Прокошин, это такой пейзажик у нас есть реальный, и написал очень сильный цикл под названием «Русское кладбище». Вот эту книжку издали, хорошо проиллюстрировали, тоже местный художник. Но библиотека наша отказалась предоставить помещение для презентации этой книги, и книгу в фонда не отказалась взять. Дальше идет Киселева Людмила. Людмила Киселева – это наша местная легенда, она с детских лет была больна, как-то у нее там атрофия мышц, называлась эта болезнь, не помню точно как называется, и она всю жизнь была прикована к постели. Но сумела проявлять такую силу духа, закончила что-то такое журналистское, потом закончила заочно Ленинградский какой-то институт живописи, не знаю точно как называется, хорошо рисовала, такие рисунки у нее по всей стране и за границе выстраивалась выставка. А кроме того она занималась большой такой общественной деятельностью, опекала детские приюты, детские всякие учреждения, вокруг себя собирала спонсоров, могла собрать спонсоров, восстанавливала церкви. Это легенда Боровска. Вот здесь и мне помогало писать письма губернатору по вопросам увековеченной памяти жертвы прессии. Это арт-объект под названием «Звездолет». Это был канализационный коллектор. В 80-м году его вывели из эксплуатации, вот, а это был брошенный объект, цилиндр просто железобетонный. Ну вот представьте себе, что это все-таки некий летающий объект, ну вот, совершил посадку такую аварийную, зарылся в грунт, накоренился немножко. А в иллюминаторах экипаж этого звездолета. Я вообще объявлял, как бы такой конкурс предложений, кого вы считаете достойными тут быть в членах экипажа. Армстронг, это можно, наверное, не рассказывать. Первый человек, совершивший первые шаги. А наверху, да, Николай Федоров, действительно философ. Появился Циолковский, который был знаком с Федоровым. Николай Федоров в это время работал в читальне Румянцевской библиотеки в Москве, они общались. И Циолковский заразился этой идеей переселения на другие планеты. Стал разрабатывать проекты ракет, которые бы доставили туда. И писал книги, и научно-фантастические, и любые. Так что Константин Эдуардович Циолковский, он в Боровске наше все. Вот. Вот этот вот валун, памятный знак о жертвах репрессий. Это единственное, что мне удалось. добиться за 12 лет усилий. Но здесь не здесь ни фамилии, ни имени, ничего нет. Какие-то безвестные жертвы. Поэтому я это называю валун забвения. С учетом того, что еще не реабилитированы, а надо бы реабилитировать. Но все-таки я беру тех, кто официально реабилитировал. 186 расстрелянных. И немножко больше я беру список тех, кто не вышел из ГУЛАГа живым. Кто погиб там, остался. Вот в общей сложности получается больше 300 человек. Вот такой список. Но этот список, он еще должен быть больше. Это всегда была тюрьма, построенная по специальному проекту. Губернская тюрьма. Какие строились и в других губерниях. Вот она и стационарная, и пересыльная. Построена в 1886 году. И существовала как тюрьма до 1930-го примерно года. А потом из нее сделали коммунальное жилье для передовиков производства фабрики Красный Октябрь. Ткацкая фабрика. Главная в городе. Но я решил все-таки сделать ближе к прежнему назначению этого здания и изобразил несколько тюремных историй. Короче говоря, это тюремные истории здесь. Вот эта верхняя картина здесь изображает утро крестьянской казни. Выходят из этой тюрьмы. Выводят на расстрел, сажают в машину участников крестьянского восстания. А это действительно было из этой тюрьмы? Да, они здесь сидели. Именно здесь. Именно здесь, да. 200 с лишним человек. Вот. И на окраине Боровска расстреливают. Известны все фамилии. Известны вот руководители расстрела. Вот там комендант Боровского района в период восстания. Председатель там этого местного совета. Вот они стоят, наблюдают за посадкой машины. И так несколько рейсов. Такой грузовичок 20 человек перевез и расстреляли. Алексей Житецкий. Это настоятель Пафнутия Боровского монастыря. И в период в 22-м году, в марте, когда было объявлено об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих по Волжи, приехала комиссия из Калуги забирать эти ценности. Но народ при монастырских сел собрался и не пускал эту комиссию. Тогда пришлось этой комиссии вызывать из Калуги подмогу. Прислали 50 штыков. Епископ Житецкий вел переговоры между комиссией и уговаривал прихожан при монастырске все не доводить дело до крови. Отдать все-таки эти ценности. Мы так и поступили. Кровь не пролилась. Вот. И этот сюжет справа. Это сюжет о том, как Циолковский был на допросе на Лубянке. В общей камере сидел 13 дней. Ну, следователь там прячется где-то за освещением настольным. Номер дела все есть. Время. Начало дела. Окончание дела. Все документально. А допрашиваемый парит в мечтах где-то в небе. Там такая символика. Значит, его приговорили следователю, который вел дело. Он предложил дать ему 3 года Соловков. А старший следователь, довольно известный, по фамилии Евдокимов, он посмотрел и не нашел фактов. Не нашел фактов в деле. Поэтому сказал, что освободить надо. Вернулся в Калугу. Дочь пишет в воспоминаниях на нем лица не было, он потерян был, подавлен. И с тех пор, с 19-го до самой смерти, он не создал ничего интересного, нового в науке. Вот такова вот сила морального подавления. В левой части я изобразил здесь самый крупный собор Покровский, старобрядческий, который был в 30-е годы превращен в склад запчастей для автомашин. А территория была использована как под автоколонну. Монг, да, Монг, Крик. Символизирует ужас происходившего. Вот. А в правой части, может быть, кто-то узнает. Да. В правой части вот репрессировано всего 10 тысяч человек по Боровскому району. При общей численности довоенной 40 тысяч населения, то есть 25% было репрессировано. Расстреляно и погибло в тюрьмах и лагерях свыше 300. Меня спрашивают, эта цифра не окончательно, она растет, будет расти. Не все я вам рассказал, какие тут еще предпринимались усилия. Ну а чтобы знать, что это много или мало сравнивало с погибшими на войне 230. Это на воинском мемориале фамилии приведены. 230 фамилий. Удалось сделать вот такую вот карту террора. Это вот Боровский район. Всего населенных пунктов, в которых были репрессии, было 150. Здесь они перечислены по уголовным делам. И указано, сколько человек репрессировано в каждом населенном пункте. Держава, обессиленная в пытках, еще не знала о потерях сущих. Не знала, что количество убитых откликнется ей качеством живущих. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА